Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Книга Иисуса Навина 1.8 Мы продолжим тему предыдущего служения. Коротко повторим некоторые вещи, а потом пойдем дальше в то, что у Бога есть для нас на этом служении. Мы начали рассматривать это местописание с воспоминания о случае, произошедшем со мной. У меня был разговор с Богом на определенную тему, и я каялась перед ним за то, что упускала и не делала некоторые вещи. Вы знаете, что есть грех совершения, когда вы совершаете неправильные поступки, но есть и грех упущения, когда вы упускаете, не делаете то, что правильно. Вы упускаете то, что должны были бы делать. Нам необходимо понять, что иногда мы ошибаемся не столько в том, что делаем, сколько в том, чего не делаем. И вот я разговаривала об этом с Богом и каялась перед Ним о том, что могла бы сделать лучше, должна была бы сделать лучше. Мы все можем сказать, что могли бы сделать что-то немного лучше, должны были бы сделать что-то немного лучше. Так? Я закончила молиться и начала читать книгу. И во время чтения книги я получила побуждение, водительство просто встать на колени. И как только мои колени коснулись пола, передо мной встал Иисус. И он сказал мне, «Ты терпела неудачи много-много раз». И я, «Да, об этом я с тобой и говорила». И я так рада, что первая об этом заговорила. Так? Не то, чтобы нам нужно осуждать себя и жить под осуждением, это не Божий план, ни для кого из нас, но нам нужно бодрствовать и осознавать, с чем нам нужно разобраться в своей жизни. Итак, он сказал мне, «Ты терпела неудачи много-много раз, но я так рада, что он не оставил меня в подвешенном состоянии». Он сказал, «Но я никогда». И добавил, «Так что мой успех я разделил с тобой». Позвольте вас спросить, как он разделил с нами свой успех? Как насчет того, что мы созданы по его образу? Аминь. Как насчет того, что нам дан совершенно новый дух с жизнью Божьей в нем? Как насчет того, что он сделал свою праведность нашей праведностью? Мы преуспеваем в жизни не от того, что все делаем правильно. Мы преуспеваем, потому что он все сделал правильно. Аминь. И именно на это он обратил мое внимание, что он разделил свой успех со мной. Он разделил свой успех со всеми своими детьми. Но кто из вас знает, что и у нас есть определенные обязанности по отношению к этому успеху? Не для того, чтобы его заработать. Успех нам уже принадлежит, потому что мы принадлежим Богу. Но нам нужно что-то делать, чтобы испытать тот успех, который он нам дал. Аминь. И потом он направил, повел меня к этому месту Писания, первой главе Иисуса Навина. Когда он говорит об успехе, кто из вас понимает, что он имеет в виду его определение успеха, а не просто человеческое определение успеха? Потому что мир полон того, что люди называют успехом. Но в конце важно будет только то, что вы делали для Иисуса. Аминь. Но в то время, как мы делаем что-то для Иисуса, Он хочет, чтобы мы преуспевали. Аминь. Он хочет, чтобы мы преуспевали не только в том, что мы делаем для Него. Он хочет, чтобы мы преуспевали абсолютно в каждой сфере жизни. Итак, мы сотворены по Его образу, внутри нас жизнь Божья, и Он нас сделал праведными. Аминь. Мы не делаем ничего, чтобы стать праведными, только принимаем верой, что Он наша праведность. Но, поскольку Он сделал нас праведными, теперь наш долг и привилегия – жить в этой праведности, и она проявит себя как успех. Аминь. И если в какой-то сфере нашей жизни не видно успеха, то мы неправильно думаем о том, кем Он нас сотворил. Мы не живем в соответствии с тем, кем Он нас сделал и какими Он нас сделал. Люди говорят, ну, если я спасен, я автоматически буду преуспевать. Позвольте вам сказать, если вы спасены, внутри вас есть все способности к успеху. Но к этим способностям нам нужно приложить слово и дело. Аминь. То есть мы должны привести это в исполнение, не просто сидеть и ждать, когда на нас свалится успех. Послушайте, Он избавил нас из царства тьмы. Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Кто из вас знает, что мы – граждане царства успеха? Но нам нужно приложить свою веру, свои дела, свои слова к этому успеху, чтобы Он мог проявиться, чтобы Он мог стать очевидным. Кто из вас понимает, что можно иметь что-то внутри, о чем никто так никогда и не узнает? Абсолютно каждый человек рождается с какими-то врожденными способностями или талантами. Но то, что это есть внутри, еще не значит, что люди об этом узнают. Это нужно развивать. Нужно быть к этому внимательными. Если можно так выразиться, это нужно воспитывать. У кого-то врожденные музыкальные способности или спортивные. Или одаренность к работе с электричеством, с водопроводом, умение работать руками. Но то, что в вас заложена эта способность, еще и не значит, что она развита. Внутри нас есть успех Иисуса, и нам нужно развить Его в абсолютно каждой сфере, чтобы Он проявился. Аминь? Это врожденная божественная способность, благодать, данная нам Богом. Аминь? Кто из вас знает, Бог никогда и ни в чем не терпел неудач, а мы сотворены по Его образу. И мы можем, если мы будем следовать за тем, кто внутри нас, будем помнить, что Он больше, и помнить, кем Он нас сотворил, мы можем больше никогда не терпеть неудач. Аминь. Это возможно. Но нам нужно обновлять свой ум, чтобы мыслить через призму этого успеха. И нам нужно обновлять свой ум, чтобы мыслить через призму того, что Слово нам указывает делать. Аминь? Итак, Слово в сочетании с Ним в нас приведет нас к абсолютному успеху. Помните, в Евреям, мне кажется, в 4 главе послания Евреям, речь идет о том, как Бог избавил евреев из Египта, и там сказано, «но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Обратите внимание, вы – новое творение во Христе, в котором есть Слово и жизнь Божья. И если вы растворите это своей верой, вы станете всем, что Слово вам предлагает. Но нам нужно его чем-то растворить. Успех, который внутри нас, просто так не проявится и не начнет доминировать. Нам нужно чем-то его растворить. Аминь? Нам нужно растворить его своей верой. А вера говорит определенным образом, ведет себя определенным образом, реагирует определенным образом. Аминь? Итак, мы можем сказать, да, я сотворен по его образу, но нам нужно добавить свое послушание. Его Слову. Аминь? Позвольте вам процитировать филиппийцам 4.13. И вам было бы полезно каждый день исповедовать это о себе. Бог производит во мне и хотение, и действие по своему благоволению. Заметьте, Бог. Бог производит во мне и хотение. Кто понимает, что это Он работает с вашей внутренностью, с вашим сердцем, с вашими мотивами, с тем, что вас побуждает, что вами движет, в вашем выборе, в ваших решениях. Он производит во мне и хотение, и действие. То есть важно, что вы делаете. Важно, что мы делаем с тем, что внутри нас, и важно, какие действия мы предпринимаем снаружи. Он производит в нас и хотение, и действие. Как? По своему благоволению. Что это значит? Мы хотим, чтобы Он был доволен. Когда Он доволен, все проистекает свободно в нашей жизни. Аминь. Ему угодно действовать в нас. Ему угодно помогать нам, показывая, что необходимо исправить внутри. Кто из вас знает, что именно то, что происходит внутри, обычно заставляет вас спотыкаться снаружи, так? И Он нам показывает, что нужно делать. Кто из вас знает, что мы новое творение в Нем, новое творение во Христе, но нам все равно нужно присоединить к этому свою волю. И как раз в этом люди терпят крах, когда их воля не на месте, когда их дела не в порядке. Но нам нужно, чтобы наша воля была на месте, соответствовала тому, что угодно Богу, соответствовала Его Слову. Аминь. На предыдущем служении мы рассматривали Иисуса Навина 1.8. И я вам просто процитирую, а вы, если хотите, можете читать со мной. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Обратите внимание, тогда ты будешь успешен в путях твоих. Как мы можем сделать свой путь успешным? А мы думали, что он наш успех. Мы делаем свой путь успешным, позволяя его успеху в нас выйти наружу. Мы следуем за тем успехом, что внутри нас. Сдаемся тому, что внутри нас, а не тому, что нас окружает. Если мы будем руководствоваться окружающими нас обстоятельствами, они лишат нас успеха. Но если мы будем исходить из того, кем он нас сотворил, руководствоваться праведностью, у нас будет успех. И мы должны что-то делать с тем успехом, который он нам дал. Аминь. Итак, на предыдущем служении мы начали говорить об этом, и наибольшее внимание уделили первому указанию в восьмом стихе «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Заметьте, слово должно быть в ваших устах. Аминь. Оно должно быть в ваших устах, как образ жизни. Не только от случая к случаю, не только в воскресенье, и не только во время кризиса. Не поймите меня неправильно. Мы, конечно, в нем нуждаемся во время кризиса. Но если вы применяете слово, и оно у вас в устах только во время кризиса, а потом вы о нем забываете в мирное время, ваш мир будет кратковременным. Слово в наших устах – это образ жизни. Оно не только для кризисов и чрезвычайных ситуаций в жизни. Это наш образ жизни. Аминь. Итак, мы с вами это обсуждали на предыдущем служении, и у нас нет времени все это повторять. Но слово должно быть в наших устах. Если мы хотим иметь успех, слово должно быть в наших устах. Послушайте, он сделал нас праведными. Он сотворил нас по своему образу. В нас новый дух, дух жизни, дух Божий в нас. Но и от вас требуется что-то, чтобы иметь успех. Вам нужно к этому добавить правильные слова. Вы не можете высказывать сомнения, неверие, слова непрощения, слова бунта, слова ненависти, и при этом думать, что та жизнь Божья, что внутри вас, приведет вас к успеху. Этого не произойдет. То, что мы вкладываем в свои уста, либо позволит тому успеху, который в нас проявится, либо будет удерживать нас в плену неудач. Что мы делаем со своими устами? Что вы говорите своему супругу? Что вы говорите о своем начальнике? Что вы говорите о теле Христа? Что вы говорите о лидерах в церкви? Мы все сделаны праведными, но с этим должны быть связаны правильные слова, чтобы праведность в нас господствовала. Аминь. Вы не можете просто говорить все, что вам заблагорассудится, и думать, что к вам придет успех. Он говорит вам, успех уже в вас, но чтобы он мог проявиться и доминировать, вы должны вложить правильные вещи в свои уста. Аминь. Аллилуйя. Это значит, что на нас лежит ответственность перед той праведностью, которая в нас. На нас лежит ответственность перед жизнью Божьей и великим Богом в нас. И все начинается с наших уст. Это первое, о чем Бог сказал Иисусу Навину. «Если ты хочешь ввести этот народ в землю обетованную, им придется что-то сделать со своими устами». Что первое поколение, избавленное из Египта, делало со своими устами? «Мы не можем», «у нас не получится». Столкнувшись с противостоянием, они восстали против Моисея, они говорили против Бога, их уста были неправильно настроены. Почему? Потому что, будучи рабами, они натренировались жаловаться. И когда они вышли на свободу, они все еще сохранили свой прежний образ речи. «Если мы хотим иметь успех, предназначенный нам Богом, наши уста должны измениться». Аминь. И он сказал, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Что это значит? Она в них постоянно. Она в них. Слово в ваших устах постоянно. Один из способов, как хранить слово постоянно в своих устах, это научиться при первых же признаках любого противостояния или испытания, задавать себе вопрос, что слово говорит об этом? Что слово говорит об этом? Прежде чем что-либо сказать, что слово говорит об этом? Когда мой муж ушел домой Господу, я вам уже рассказывала о восьми различных проектах, которые нам нужно было завершить, и Бог дал нам способность их завершить в течение года, но посреди всего этого возникали и другие ситуации. Примерно через неделю после его ухода к Господу, мне пришло огромное любовное письмо от налоговой службы. Огромное любовное письмо. И даже не раскрыв, я подняла его и сказала, «Бог, что бы здесь ни было, я знаю, у меня есть обеспечение». Что я сделала? Я сказала что-то, прежде чем я увидела что-то. Почему? Потому что я не позволю тому, что я вижу, господствовать над тем, что я говорю. Я решаю, что мне говорить. Если обстоятельства управляют тем, что вы говорите, впереди у вас длинный путь. Аминь. Потому что обстоятельства никогда не приведут вас к лучшему, что есть у Бога. Ваши слова приведут вас к лучшему, что есть у Бога. То, что вы говорите. И когда я открыла письмо, я увидела много цифр. Когда я открыла это письмо, там было много цифр. Но в результате мне пришлось заплатить лишь малую долю. В конечном итоге я заплатила около 18% от первоначальной суммы. Почему? Не потому что я обратилась в налоговую. Я к ним не обращалась. Они просто снижали и снижали и снижали сумму. Почему? Потому что я начала с того, что сказала что-то. Мое обеспечение было не в моих деньгах, а в моих устах. Очень многие думают, что обеспечение в их деньгах. Ваше обеспечение выходит навстречу вашим устам. Ваше обеспечение в ваших устах. И об этом Бог говорил Иисусу Навину. Ваше вхождение в обетованную землю в твоих устах. В твоих устах. Тебе придется говорить правильные вещи. И тебе придется добиться, чтобы народ говорил правильные вещи. Потому что этот народ – второе поколение. А их родители так и не вошли. И они идут тем же курсом, потому что воспитаны своими родителями. И так Бог сказал ему, как добиться, чтобы целое поколение, которое 40 лет не могло преуспеть, наконец преуспело. Сколько бы вы ни шли в неправильном направлении, вы можете сменить курс. Вы можете сменить курс. И все начинается с того, что мы делаем со своими устами. Сия книга, сия книга. А не ваши проблемы, не ваши страхи, не то, что вам говорит дьявол. Многие люди говорят о проблемах. Они говорят о том, чем им угрожает дьявол. Пока не поймут, что суть в книге. Книге, книге, книге. Не бойтесь обстоятельств. Им всем придется преклониться перед книгой, если вы вложите книгу в свои уста. Сия книга, сия книга, сия книга. Аминь. Сия книга закона, да не отходит от уст ваших. Заметьте, когда Бог говорил это Иисусу Навину, никакие обстоятельства не изменились. Они все еще были в пустыне. Они все еще были в тех же самых проблемах. Ничто не изменилось, чтобы повлечь за собой изменение их слов. Бог просто сказал, вам придется решить, что у вас в устах будет Мое Слово, а не то, что вы видите вокруг. Итак, ничто не изменилось, но Иисус Навин начал вкладывать в уста правильные слова и добился этого от народа. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но посмотрите на продолжение, но поучайся, в английском размышляй о ней день и ночь. Итак, первое указание касается ваших уст. Второе указание – размышляй о ней день и ночь. Это касается вашего внимания и вашей умственной жизни. И вот тут у людей появляется домашнее задание. Легко научиться что-то говорить. И попугай сумеет. Серьезно, в животном мире есть птицы, которые могут имитировать речь. Давайте будем осторожны, чтобы не стать попугаями в церкви, просто имитирующими слова. Что отличает человека от говорящей птицы? То, что мы знаем. Птица всего лишь имитирует слоги. А нам нужно иметь мысли Божьи. Мысли Божьи, которые являются основанием для слов, которые мы говорим. Недостаточно говорить слова, если мысли не поддерживают эти слова. Если умственная жизнь отличается от слов, слова ничего не дадут. Аминь. Итак, первое указание касается уст. Но второе касается того, что поддерживает уста. Это ваша умственная жизнь и ваше внимание. Так часто люди учатся вкладывать слова веры в свои уста, но не дисциплинируют себя, чтобы думать мысли веры. Точно так же, как вы больше не говорите ничего нечистого своими устами, вам нечего и думать об этом. А значит, потребуется непрестанный труд, чтобы уделять внимание своей умственной жизни. Почему? Потому что Божий уровень успеха ожидает тех, кто дисциплинирует свою умственную жизнь. Если мы не дисциплинируем свою умственную жизнь, нам придется довольствоваться чем-то меньшим, чем Божье определение успеха. Я не согласна на это. А вы? Аминь. Итак, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но размышляя о ней, когда? День и ночь. Это значит, что нужно хранить свою умственную жизнь, не только столкнувшись с какой-то ситуацией, а каждый день, каждый день, каждый день уделять внимание своей умственной жизни. Это духовная дисциплина. Аминь. И это часть того успеха, который нам принадлежит. И так чудесно, что Бог дал нам свое слово, сказал нам, о чем размышлять. Нам даже не нужно искать, о чем размышлять. Позвольте вам сказать. Размышлять – это значит говорить самому себе, твердить самому себе. Я уже прежде говорила, размышления схожи с волнением. Волнующиеся люди думают о чем-то снова и снова и снова и снова. Это размышления, только в негативном направлении. Бог говорит нам размышлять в направлении Его слова. То есть мы берем Его слово и размышляем о нем. Мы думаем о нем, мы твердим его самим себе. Снова и снова и снова. Аминь. Так чудесно, что наше размышление не то же самое, что медитация, предлагаемая другими религиями. Им нужно искать, о чем размышлять. Мы знаем, о чем размышлять. Они пытаются найти какое-то счастливое место. Представить себе берег морем. Представить себя в счастливом месте. Мне не нужно представлять себя в счастливом месте. Я уже в счастливом месте. Это не мое воображение что-то рисует. Аминь. Это я вспоминаю, что Бог мой восполнит всякую мою нужду. Это я вспоминаю, что Он дал мне власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью. Мне не нужно что-то вызывать в воображении, чтобы размышлять. Я размышляю над Его Словом, и это делает меня здравой, а не странной. Слава Господу! Слава Господу! Только та часть Слова будет работать для вас, которую вы вложите в себя. Послушайте, ваш ум нуждается в Слове, но и ваш дух нуждается в Слове. И суть не просто в том, чтобы говорить слова из своего ума. Речь идет о словах, которые выходят из вашего ума потому, что они есть в вашем Духе. Размышления опускают Слово дальше ума, в Дух человека. Так Слово попадает в ваше сердце. И когда вы вкладываете Слово в уста, это помогает ему попасть в ваше сердце. Так вы его говорите, и говорите, и говорите, и ваш духовный человек хватается за него. Аминь. Именно через размышления Слово попадает в ваш Дух. Люди говорят, я знаю, что сказано, Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе, но мне просто это не кажется реальным. Ну, это потому, что нет размышлений. Если вам кажется, что какая-то часть Слова не для вас, значит, недостает размышлений о Слове. За годы пастырства я слышала людей, которые научились тому, чему мы учим, и для меня ценно, что они это говорят, но иногда они повторяют Слово во время кризиса, и оно звучит пусто, бессодержательно. Оно звучит просто, как умственное упражнение. В чем дело? Размышления приносят Дух веры. Когда вы размышляете, вы доносите Слово до вашего Духа, и Слово, Слово приносит Собой веру. Аминь. Дух веры приходит не просто потому, что вы выучили Слова, а потому, что вы размышляли над ними и внесли их в свою умственную жизнь, и внесли их в свой Дух внутрь себя. Аминь. Кто из вас слышал, как люди говорят, ну, я занимаюсь исповеданием веры, но это никогда не работает? Вы не можете использовать то, что не ваше. Вам нужно уделить время, чтобы сделать Слово своим. Как же сделать Слово своим? Размышления о Слове позволяют Слову войти в вас, а вам войти в Слово. Аминь. И когда оно ваше, вы можете его использовать, и оно работает, потому что оно в вас живо. Оно не просто бездумная привычка. Когда вы повторяете что-то, потому что вас так научили. Нет, вы его повторяете, потому что оно внутри вас. Аминь. Размышления чудесны, и никто не может размышлять за вас. Ваш пастор может вас учить, ваш супруг может вас подбадривать, но никто не может размышлять за вас. Размышления – это ваши мысли, а вы полностью контролируете свою умственную жизнь. Аминь. Аллилуйя. Итак, Бог говорит нам, что наше внимание должно быть сосредоточено на Его Слове. Иисус в одной проповеди сказал, «Ешьте Мою плоть и пейте Мою кровь, иначе не будете иметь части со Мной». О чем Он говорит? Ну, Иисус – это Слово, которое стало плотью. То есть, есть Его плоть – это есть Его Слово. Можно есть Слово устами, но также и посредством размышлений. Через размышления вы Его едите. Он сказал, «Если вы не будете есть Мою плоть, вы не будете иметь части». Итак, как добиться, чтобы какая-то часть Слова работала для вас? Ешьте ее. Как ее есть? Размышляйте о ней. Вкладывайте ее в свои уста. Только ту часть Слова, которую вы едите, ваша жизнь сможет пропустить через себя. Даже в физическом мире. Ваше тело может черпать энергию только из той пищи, которую вы съедаете. Ваше тело не получает никакой энергии от той пищи, которую вы видите на столе. Так? Вы можете видеть стол, ломящийся от замечательных блюд. Но ваше тело не получит никакой энергии от того, что оно видит. Вам нужно съесть пищу, чтобы тело могло извлечь из нее жизнь для себя. Аминь. То же самое происходит и со Словом. Размышление берет слова со страниц книги и вкладывает их в вас. Аминь. Аллилуйя! 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 Слава Господу! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова